Всем привет! Снова пару посылок, но в этом видео я открою одну, потому что со второй я много что хочу сказать. Так, посылки были с отслеживанием, я знаю, что здесь находится. Так, это для продавца. Так, здесь у нас аксессуар, USB зарядка, порезал. Дорогой френд, поставь мне 5 баллов. Посмотрим, посмотрим, стоит ли ставить 5 баллов. Это так называемый разветвитель для прикуривателя, 12 вольт, автомобильная. Это не для меня, это отец попросил заказать, его разветвитель плохо стал работать, постоянно отключается, но у него тройной, то есть тройной и с удлинителем. То есть, одна часть вставляется в прикуриватель, потом длинный шнур и еще три розетки, вот таких вот. Сейчас ему уже не нужно такого, поэтому повыбирали и он сказал, что вот это будет оптимально. Два USB выхода и один прикуриватель. То есть, один прикуриватель для, получается, для видеорегистратора радар-детектора, два в одном, и два выхода для зарядки телефона. Так, это 5,5-0, это 5 вольт, наверное. Да, 5 вольт, 2,4 ампера. И, так, total output, выход 5 вольт, 3,1 ампера. Ну, вот, как-то вот так вот. Так, давайте же откроем и посмотрим. В принципе, все характеристики здесь уже на лице, на лицо. Дисплей. То есть, ну, вот здесь вот вы можете все прочитать. Стоило что-то доллара 4, то есть, скажу, что копейки. То есть, я специально не заказывал самое дешевое, потому что, ну, хотелось более качественную вещь взять. Ну, понятно, покупать за 20 долларов. Тоже я особого смысла не вижу, потому что это может быть подделка. Такая же копеечная. Ну, вот, что-то среднее. Ни один доллар, ни 10. Четыре с небольшим силикогель, что тоже хорошо. Ну, что это сказать? Надо его смотреть в машине. То есть, здесь все подпружинено. Это контакт, эти два контакта подпружинены. Здесь у нас, так, 12,24 вольта вход. Вот, ну, автомобильная, то есть, выход 5 вольт, 2 ампера. И максимальный выход 5 вольт, 3,1 ампера. Так, дисплей должен быть вот здесь вот посередине. То есть, ну, он как-то вот здесь вот непонятно. Надо только тестить, только тестить в этом, в машине. И все. Ссылка на него в описании. Сейчас многие скажут, зачем ты. Надо было протестить в машине, но сейчас я не в машине, поэтому. В описании напишу, что, как работает. Или в комментарии. Читайте. Так, ну и перейдем к следующей посылке уже в следующем видео. И так, тест зарядки автомобильной. Так, прошу обозгибаем, что написано лет, цифровой дисплей. И вот здесь вот нарисован дисплей. Достаём. Достаём. Вот как интересно. Смотрите. На камеру видно, что дисплей небольшой есть. То есть, что вот здесь вот какие-то цифры. Какие-то цифры под определённым углом. А она, получается, глазом я абсолютно не вижу. Ничегошеньки не вижу. Так, давайте я вставлю. Так, ну зарядка идёт. Зарядка идёт. Очень странно, если честно. Четыре. То есть, показывает амперы, показывает вольтаж. У нас, конечно, солнечно, но я ничего не вижу. Вот так вот видно. Лучше в ампу видно лучше. Я же не вижу ничегошеньки глазами. Но на камеру видно. 4,8 вольт, как я понимаю, выход. 1,2 ампера. 12 вольт приёма. Да, 1,2 ампера. Хотя, проводок мой должен передавать 2 ампера. Так, ладно. Я уже хотел открывать спор, что дисплея нет. Дисплей есть. И он виден, к сожалению, только через камеру. А так, ну, видимо, из-за солнца. Если, наверное, в темноте ночью, наверное, будет видно. Ну, всё, спор открывать не из-за чего. Просто дисплей есть, а то, что видно плохо, как говорится, китайцы не волнует. Это зарядка для отца. Как я уже говорил, у меня уже куча всяких зарядок. Но работает, поэтому передам, будет пользоваться. Ссылка в описании.